Ребятки, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале! Сегодня у меня на обзоре портативный беспроводной компрессор от компании Ugreen. Такой компрессор отлично подойдет для накачки велосипедных, мотоциклетных шин, для накачки надувных матрасов, мечей, тюбингов. И, конечно же, таким компрессором даже можно подкачать или накачать автомобильное колесо. Давайте распакуем, посмотрим, что он из себя представляет и, конечно же, его протестируем. Продается компрессор вот в такой фирменной коробочке. Если что, ссылочку на продавца в описании под видео прикреплю. На лицевой стороне изображен сам компрессор, название Ugreen, портативный компрессор. И сделан акцент, что накачивает он до максимального давления аж целых 150 PCI. Это около 10,3 бар. С этого торца основные фишки это автоматическое отключение при накачке заданного давления, чувствительное определение давления, компактный и легкий, и имеется встроенный литий-ионный аккумулятор. И на задней стороне вкратце характеристики, но мы их более подробно посмотрим в инструкции. В коробочке нас встречают различные брошюрки, инструкция на различных языках. Русского языка нету. Давайте на английском посмотрим. Вот они основные характеристики. Входное напряжение 5 вольт 2 ампера, максимум 10,3 бара, погрешность плюс-минус 2 PCI, литий-ионный аккумулятор, емкость встроенного аккумулятора 2500 мАч, USB-C зарядка, время зарядки полное 3 часа, уровень шума менее 80 дБ, кстати, у него производительность 15 литров в минуту, это я на сайте производителя прочитал. И рабочая температура от 0 до 40 градусов Цельсия, температура хранения от минус 10 до минус 45 градусов Цельсия. Ну, в принципе, если вы его в автомобиле не храните, и где-то вам на морозе что-то надо подкачать в минус 20, я думаю, ничего страшного, ему можно на улицу вынести и колесо подкачать. Ну, здесь дальше по управлению пошло, это я вам все покажу. По индикатору, белый индикатор, значит, заряжен более 50%, желтый от 20 до 50%, красный менее 20%, во время зарядки светится также красным, и белый полностью, это значит полностью заряжен. Давайте сам компрессор, наконец, рассмотрим. Так, так. Ага, хорошо, смотрите, есть вот такой вот мешочек, Ugreen, для хранения и транспортировки компрессора. Очень удобно, все сюда в мешочек сложил, в бардачок куда-то убрал, ничего не болтается, не гремит, не шумит. В комплекте имеются переходники, переходник для накачки мечей, для накачки через велосипедный ниппель, и вот такой переходник для накачки каких-либо нудовных матрасов, либо плавательных кругов. Кабель для подзарядки компрессора, кабель достаточно гибкий, USB-A на USB Type-C. И в транспортировочном мешочке сам компрессор. Ух ты, какой он действительно компактный, смотрите, в руку помещается. Не сильно тяжелый, вес его, по-моему, в районе полкилограмма. На лицевой стороне находится вот такой вот большой дисплей, надпись Ugreen, 5 клавиш управления, клавиши прорезинены, вот такой вот небольшой шум издают щелчки, нажимаются легко, приятно и не люфтят. С левой стороны вентиляционные отверстия, дизайн by Ugreen, с правой стороны рифление, здесь же, смотрите, вставляется шланг компрессора, вот так вот он откидывается, и вот такой он коротенький, сверху нейлоновая вот такая вот оплетка имеется, наконечник металлический, не быстро заживной, а именно на резьбе. С нижней стороны единственный порт Type-C для подзарядки компрессора, и на обратной стороне также вентиляционные отверстия, и краткая информация, краткие характеристики о компрессоре. И сверху находится вот такой вот маленький фонарик, маленькая подсветка. По интерфейсу управления здесь все очень легко и просто, пять клавиш, клавиша меню, клавиша минус, плюс, клавиша включения, клавиша фонарика. Зажимаем клавишу включения на две секунды, тут же компрессор включился, вот такой большой экран, цифры крупные, видим единицы измерения, индикатор заряда, уровня заряда аккумулятора, угол обзора экрана замечательный, под любыми даже большими углами все хорошо видно. Зажимаем один раз клавишу фонарика, включается вот такой вот фонарик, но я бы сказал, это не фонарик, а скорее всего подсветка, где-то вот в темноте колесо накачиваете, раз, подсветили, а ниппель прикрутили, шланг все накачали. Еще раз нажимаем клавишу фонарика, переходит в режим стробоскоп красным цветом, еще раз нажимаем режим SOS красным цветом, еще раз нажали, отключилось, но обязательно сейчас в темноте тоже протестируем, теперь смотрите, клавиша меню у нас меняет предустановленные режимы, есть режим накачки мячей, режим накачки велосипедных колес, мотоциклетных, автомобильных и ручной режим, при этом в каждом режиме вы можете давление менять и компрессор это давление запомнит, в следующий раз уже выставит это же самое давление, если клавишу меню зажать и подержать, можно сменить единицы измерения, были PCI, теперь бар, еще раз нажимаем, держим килопаскаль, еще раз нажимаем, PCI, выбираем, например, автомобильный режим, 2 бара, добавляем, нам надо, предположим, 2,2, вот так вот, единицы измерения, видим, видим, что 0,1 бара, выставили заданное давление, 0,2, предположим, нажимаем клавишу включения, все, компрессор включился, и до заданного давления будет колесо накачивать, как накачает, мотор компрессора отключится, сам компрессор, подсветка, выключается автоматически, через 3 минуты, забыли выключить, через 3 минуты отключится, ну, либо зажимаем клавишу включения на 2 секунды, и также он выключается, давайте протестируем его на автомобильном колесе моего Kia Rio, посмотрим, за сколько он накачает колесо, от 0 до 2 бар, я уверен, что времени уйдет у него очень много, наверное, около 10 минут, но надо понимать, что этот компрессор все-таки портативный, маленький, беспроводной при этом, и не надо его сравнивать с большим компрессором, который подключается в розетку прикуривателя автомобиля. Размерность шин у меня, если что, 185 на 65 R15, полностью колесо спустил, подключаем, компрессор, вот так легко накручивается, и компрессор включаем, выбираем, вот уже стоит сразу автомобиль, два бара, которые я последние ставил, и запускаем, подключаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, думаю, заметили, да, что до двух бар дошел и дальше продолжил качать. Сделано это для того, чтобы компенсировать потери при откручивании наконечника. Так, наконечник нагрелся, но рука вроде бы терпит. Сам компрессор, ох ты, а компрессор, вот в этом месте, чуть еле такой тепленький. Уровень заряда аккумулятора при этом более 50%. Индикатор до сих пор белый. И ушло по времени 7 минут 33 секунды. Давайте открутим. Да, рука терпит. Горячий, но рука терпит. При этом у меня оказывается во время накачки все почти 8 минут был включен фонарик, была включена подсветка. Давайте, кстати, ее протестируем сразу. Ну, неплохо. Такой маленький, маленький фонарик. Вот так вот. Где-то ночью колесо прокололи и можно легко подсветить, открутить колпачок, подключить компрессор и колесо накачать. Вот такой вот классненький и действительно компактный компрессор получился у компании Ugreen. Ugreen вообще как бы молодцы. Я много их различных гаджетов тестировал, и автомобильных, и компьютерных. У них все устройства, я бы сказал, премиальные. Все гаджеты, устройства у них очень хорошие. Еще раз повторюсь, не стоит сравнивать такой компрессор с автомобильным большим компрессором проводным. Этот компрессор подойдет именно для того, чтобы, например, колесо просто подкачать, чтобы велосипедные колеса накачать. После зимы велосипед достали и не надо искать автомобильный компрессор, искать розетку прикуривателя, подключать, там, велосипед к автомобилю подгонять, чтобы накачать колеса. Или, предположим, пришли вы на пляж, большой общественный пляж, автомобиль же вы прямо к пляжу не подгоните, а у вас несколько надувных матрасов, спасательные круги, надувные круги. Вы достали из сумочки компрессор и быстренько все это накачали. Опять же, нет необходимости доставать большой автомобильный компрессор. Друзья, пишите обязательно свое мнение о таком маленьком компрессоре в комментариях. Я люблю ваши комментарии читать, люблю с вами общаться. А если это видео вам было интересным и полезным, как обычно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео. Всем удачи, встретимся в следующих видео. Будьте здоровы всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok